Снова всем доброго времени суток. По-прежнему с вами Никита Петров, и я продолжаю комментировать матч против администрации групп Шахматный Феникс. Первую партию Кирилл... Первую партию Кирилл победил. Вот вторая партия. Такой довольно странный скандинавский гамбит, но до 4 вряд ли самое принципиальное. Получается, скорее всего, получится такая короллсбатская структура, да, и причем размен чернопольных слонов, прошу прощения, явно в пользу Кирилла. Более того, видимо, устраивает ничья в данной партии, так как... Так, ну, никакой ничьей, очевидно, речи вообще не идет, потому что аж 5 сыграно. После 2-0 у черного была бы комфортнейшая позиция, но... Чего не подпишешь? Если сейчас Кирилл пойдет в G5, то будут проблемы у администрации. И... Б4, Б4 довольно слабый ход, что, понятно, что Беллы должны атаковать на ферзям фланги, но не любыми ходами же. И вот теперь... Кирилл, может быть, довольно неожиданно хорошая позиция. После ферзи 3 просто побеждал, видимо, он... Ну, понятно, что ход ферзи 3 и Кирилл это вообще понятие несовместимое. Он жертвует пешку, сейчас, видимо, ЛДНЖ8 будет среганом. Нет никакого смысла брать слова, он уже 5, ЛДНЖ8 практически. Обязательно. И остается только надеяться, что каким-то образом даст мат Кирилл в этой позиции. Он не выглядит очевидным, если честно. Может, стоит пойти F5, потом как-то ферзя перебросить на G7. Заодно подкрепить коня на Е4. Не, ну F5, наверное, сильнейший ход данной позиции. Вопрос в том, реально ли игра... Игра черных. В ходе F8 еще можно было просмотреть с идеей конь G6. Но беда в том, что у белых есть ход C4. После чего они, видимо, успевают на опережение. По крайней мере, поменять ферзи. Черных не хватает двух пешек и позволить размен ферзей враты, возможно. Не, ну F5 надо играть. Не понимаю, почему Кирилл так долго думает. Не знаю, пока даже о чем сказать. Ну, можно сказать, что уже более 10 человек на данную секунду записались на матч. Так что какое-то количество партий нам гарантировано. В том числе записались очень сильные шахматисты. И так что легкая жизнь в администрации группы, по идее, не предвидится. Хотя, конечно, многое будет зависеть от результатов жеребевки. Которая, напомню, производится с помощью генератора случайных чисел. Так что будете выиграть с Кириллом, Петей, Артемом, Олегом или мной. Зависит только от случая. Но Кирилл думает уже больше минуты. И, в общем-то... Слон F4 сыграна. Понять этот ход довольно тяжело. Что задумано на C4, например. Видимо, как-то пытается нагнетать Кирилл. Да, ну просто на C4 придется играть на C5 без двух пешек. К счастью, так не сыграна на C4. А что делать? Ну, может просто к РБ8 пойти? Я не думаю, что на C4 ход сильнее. Что теперь к К6 в К4 появилась идея. Да, вот здесь надо же обязательно, чтобы Кирилл КБ6 нашел. Я не уверен, найдет он это или нет. Выглядит несложно. Ну, тут же совсем странно. Ж5. Очевидно, надо играть КНЖ5. КНЖ5, ЛДЖ5, ЛДЖ3 будет грозить. Но это очень тонко и, конечно, вряд ли очень сильно, если честно. Да, ЛДЖ5. Почему КНЖ6 просто не сыграть? У Черных, видимо, был ли перерез в этом случае, несмотря на отсутствие пешки. C5 ход слабый. ЛДЖ3. Кирилл находит. Без проблем. Ну, парк Т5 входит в полосу обоюдных ошибок и зевков. ЛДЖ4. И смысл отойти просто. Одно прячь пешку на Д4 заодно. Сохраняя все выгоды положения. Да, видимо, Кирилл неплохая основа компенсация за потерянный материал. Ладно, чтобы ему не понравился никакой мат. А это вполне возможно, на самом деле. Не, ну, то есть можно даже на Е3 побить и пойти к КНЖ6. И далеко не все так плохо еще. Потому что ферзь идет на Ф4. Но ЛДЖ4 сильнее, наверное. ЛДЖ3 сильнее она все-таки. Ну, посмотрим, что задумано. Просто если пойти к Ф4 сразу, то белые заберут КНЖ7. Партия закончится. Надеюсь, Кирилл это видит. Да, КНЖ6 сильнее она. И вот как-то белым надо сейчас атаковать будет. Б5 выглядит логично. То есть я думаю, что Б5 сыграет Айрат, хотя ход может быть не сильнейший. Кириллу сейчас надо быстро как-то к УДЖ4, Ф4 в любом порядке исполнять. И тогда откроющие шансы будут у черных неплохие. Айрат в 5. Тоже возможно, но не исключено, что слишком медленно. Например, Айрат в 3. Айрат в 4. Айрат в 4 надо играть, иначе никакой атаки у черных нет. И в помине. В целом, в данной партии Кирилл намного лучше расходует время. А Айрат все так же быстро. Но шансы белых по сравнению с предыдущей партией явно улучшились. Да, то есть, например, в крайнем случае белые смог с Рад ЛДЖ1. И как-то хотя бы части отбить эту атаку. КНЖ3 никакие же это не проходит. Потому что Коль всегда может вернуться на Ф1. Защищая все слабые пункты. Ну, может быть, ЛДЖ5 пойти. Пригрозить хотя бы этой жертвой. Кони в 2, к сожалению, не проходит. Ф5. Ф5 впал, да. Ф5, конечно, было сильнее несколько раньше, но... И тут заслуживает внимания. К сожалению, белые после Б6 побеждают из-за того, что ЛДЖ5 падает. Но еще вопрос заметят ли соперники. Да, но по-хорошему... Вопрос в том, вот... Не видит. Не видит ФРЗ8. Айрат. Акейлт, я думаю, что уже видит в данный момент. Но, к сожалению, от того, что он это видит, его позиция ничуть не улучшается. Так что есть хорошие шансы, что команда... Команда зрителей сравняет счет после данной партии. И... Первый матч. Первый микроматч закончится счетом 1-1. Да, видит ЛДЖ5. На Аш5. Сыграть... Айрат. Ну, и здесь достаточно ЛДЖ1 сыграть. И ничего у Кирилла... Не найдется, к сожалению. ФРЗ4, наверное, правильно. Но... Не думаю, что с таким колоссальным запасом по времени Айрат выпустит данный партий. По идее, я не должен. Все, конечно, возможно, но... Ну, как-то надо нагнетать давление черным. Не знаю, ФРЗЕ5 может быть пока. Шахов бояться в такой позиции явно уже не стоит. ФРЗБ2. Тоже вариант. По-прежнему без огроз, конечно, но... Наверное, ФРЗЦ2 пойдет Айрат. Ну... Опять же, тяжело комментируя такую позицию, потому что... Ну, никаких шансов у Шорных. В ФРЗ4 можно пойти... Там в результате форсированного варианта теряется пешка на Е6. То есть, наверное, король Б6 надо было играть Кириллу, но ФР... Нет. Король Б8. Ну, и тут уже точно все, потому что корневая пешка теряется, и... Партия, ну, абсолютно точно уже завершается. То есть, кунь Д2 надо играть, наверное. Или, может быть... Может быть... Последним шансом было Ф4, если идея включить ФРЗя через Ж7. Но, в любом случае, тяжело на полном сервисе это комментировать. Я думаю, белые вполне могут просто оставить Владимир на Ф1 подбором и продолжить сбор урожая тут. Колоссальное преимущество и повредение по позиции. Ну, и Арат Карино сравнивает счет. Счет становится 1-1. Когда пройдет следующий микровач, пока не ясно. И я не обсуждал я это со своими коллегами. Ну, не исключено, что даже завтра. Да, ну... В общем, Арат задумался. Видимо, жалко отдавать ладью. Ладья H1. Крилл КНЕ4 я просто обязан играть. И здесь, видимо, ФРЗев5, да. Ну, тоже метод. Тоже метод. Ну, с лишним ладью любой метод. Вполне подойдет. Даже КНЕ1 выглядит очень караво, но даже так можно играть. Ну, наверное, как с ФРЗев2 надо отвечать поближе. Подлиже к королю. Ну, да, в общем. Тяжело это комментировать. Печально. Но надо. Ну, какие могут быть шансы у черных, что сейчас... Не знаю. Ладью уберется, Саша-1. Арат или отдаст коня. Ну, после ФРЗев3 даже этого шанса не остается. Ну, Крилл, тем не менее, не сдается. Подкручивает. Подкручивает до конца. Но ФРЗев2 можно пройти. По сути, большой разницы-то нет. ФРЗев4. КНЕ3, скорее всего. Активный ход. Ладья может подключиться на А1. Или на Д1. ФРЗев3. Ну, прям под ладья Д1. Так, тоже неплохо, но... Ладья Д1 была. Ну, да, вот если здесь Ладья Д1 найдет Айрат, то... Кирилл еще и без коня или без ФРЗа останется в итоге. То есть... Шансы... Не нашел. ФРЗев5. Ну... В общем, хочет на Д5. Айрат отбить пешку. С этим надо что-то делать, а делать с этим нечего. ФРЗ4. Вот такие вот. Не самым мудреным образом нападает на ладью. Хирилл. Ну, ЛДБ1 можно пойти. Как бы вход выглядит вполне неплохим. Да, ЛДБ1. КРЦ5, скорее всего, надо играть. И КРЦ6 держаться за эту пешку. Ну, да. Любые ходы побеждают. Да, и ФРЗБ6 мат. Один ход. Не думаю, что с этим нахождение... Не находит Айрат мат. Так что мучения... Мучения вашего комментатора продолжаются. Сейчас, наверное, последует ФРЗ8. Уже он, наконец, поменяется на ЦТ Айрат. И с лишним вагоном материала победит. Ну, и для ЛДЦ3 можно пойти с идеей на ФРЦ3, КНД5. Нет, ФРЗБ7. Партия продолжает. В конце 2 вилка забирает ФРЗЯ. Будет ли это найдено? Найдено. Ну, тут уже абсолютно никаких шансов у чертых нет. Я надеюсь, что это сейчас закончится. Да, Кирилл сдался. В общем-то, спасибо обоим участникам за партию, за борьбу. 1-1 закончился первый микроматч. Для вас комментировал Никита Петров. Оставайтесь с нами. Всем спасибо.